Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Итак, президент Байден посетил Дирбурн, посетил заводы Форда, посетил центр, где проектируются электрические автомобили бренда Ford и говорил о том, что государство готово активно вмешаться в те процессы, которые сейчас происходят в этой отрасли и помочь американскому автомобилестроению именно на этом направлении. Государство готово выделить 174 миллиарда долларов для того, чтобы мы могли создать полноценную отрасль электрических автомобилей. И не только привычных и знакомых нам автомобилей класса седан, как Тесла, которые уже активно двигаются по американским дорогам, но и создавать уже грузовые автомобили, а пикап трак это как раз грузовой автомобиль, и затем переходить уже к грузовым автомобилям больше грузоподъемности. На очереди создание электрических автобусов, вначале небольших для того, чтобы перевозить, допустим, детей в школу, а потом уже полноразмерных и так далее. Мы сейчас, судя по всему, стоим на неком очень важном этапе развития этой отрасли. И государство готово активно помочь. Давайте послушаем вас. Кто у нас сейчас на очереди? Вот вы. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, господин Наксон. Меня зовут Селик. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Просто мне эта тематика близка. Не автомобиль, а энергетика вообще. Так вот, что я хочу сказать. Я тоже за электрические автомобили, все. Я не хочу быть ретроградом, но я сторонник критического подхода. Понимаете, вот вы упомянули КПД, КПД автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и электромобиль. Дело в том, что вы не учитываете КПД электростанции. КПД электростанции те же 40%. И если берется электроэнергия, в общем балансе это надо учитывать. Это раз. То есть экономия топлива от применения электроавтомобилей будет не очень большая. Она будет, но не очень большая. Вот очистка окружающей среды, собственно, предотвращение загрязнения, это безусловно. И одним из... Феликс, одну секундочку. Смотрите, просто мы продолжим с вами беседу. Ну вот смотрите, когда мы говорим о КПД электростанции. Если мы говорим о КПД электростанции, которые используют, допустим, мазут, или используют какие-то углеводороды, даже газ и так далее. Да, а если мы перейдем к возобновляемым источникам энергии, если это энергия воды, приливов, солнца, ветра, когда быть тогда с этим КПД? Да, я сейчас вам отвечу на этот вопрос. Это, значит, отдельная вещь применения нетрадиционной энергетики, вот так называемой возобновляемой энергетики. Это все замечательно, но надо понимать, что это не даст тех мощностей. Дело в том, что сегодня в Америке 20% электроэнергии получают с атомных станций. Пытаются нанести удар под атомным станциям. Но сначала надо разобраться с угольными электростанциями. Там тоже большой процент получения электроэнергии. Я не вижу вообще плана по энергетике. Это должно быть первым. Понимаете, надо будет увеличивать установочные мощности. Представляете, сколько жидкого топлива используется в автомобилях. Это же море. И заменить это на электричество, значит, надо больше электричества. Извините. А возобновляемая энергетика не даст так много. Тем более, что нужно сейчас в первую очередь как-то решать вопрос с угольными станциями. Это действительно очень загрязняет среду. И Китай развивает, я считаю, мое мнение, развивает электромобили из-за того, что у них огромное загрязнение. Аэрополюшин. Аэрополюшин колоссальный. Из этого надо выходить им в первую очередь. Вот я скажу. То есть, нужен комплексный подход. Нужен комплексный подход. Или иначе получится то, что вот сейчас с дорогами. Дома-то настроили, а дорог нет. Вот попробуйте теперь делать развязку, когда уже построены дома. То есть, нужны специалисты, нужен комплексный подход. Все очень непросто. Но я... Феликс, если я позволю себе резюмировать Вашу мысль, то необходимо одновременно развивать или создавать программу новой энергетики параллельно с программой электромобилей. Или даже программа энергетики должна идти чуть-чуть впереди, а потом уже электромобили. Примерно так, да? Конечно. Конечно. Спасибо за внимание. Спасибо. А может быть и другая ситуация. Знаете, когда вот этот наплыв электромобилей на американские дороги, он как раз и подвигнет к тому, чтобы мы стали всерьез относиться к нашей энергетике или пересматривать нашу энергетику. То есть, может быть, как раз двигателем прогресса в энергетической отрасли как раз этим двигателем прогресса могут оказаться электромобили. Причем массовый электромобиль. Такое тоже вполне возможно. Верно? Давайте послушаем вас. Здравствуйте. В эфире. Здравствуйте, Алексей. Алексей, вообще планы, конечно, грандиозные. Единственное, что так мне кажется, что как бы вот эти планы, когда они начнут, вот как бы эти планы не нарушили, чтобы наши профсоюзы, наши губернаторы не растащили эти деньги по каким-то таким социальным программам. Кто это вот, чтобы это каждая копейка пошла в дело? Вот тут этого нету. Они расходятся, а дело не сделано. Это первое, так сказать. Второе. Посмотрите, а где вот электропоезда? Это самая вообще чистая тяга на железнодорожный транспорт. Где вот эти скоростные поезда, которые идут, как в Японии? Там как-то это все не увязано друг с другом. Дают, да, где дают? Как будут, где эти автобаны такие, которые как в Германии? Где, смотрите, где вот это изменение электрификации? Где, чтобы убрать все провода вот эти висячие, хотя бы из городов? Замена вот этого всего леса деревянного, который тут стоит везде, в любых городах, на какие-то другие столбы, а не вырубание деревьев. Это тоже, между прочим, охрана окружающей среды. Посмотрите, сколько деревьев было загублено на это дело. Ну, понимаете, тут все как-то одно увязано с другим, но не видно движения вперед. Вот все, что я могу сказать. Вы знаете, ведь вы обозначили огромное количество различных направлений перестройки нашей страны. Нашу страну действительно надо перестраивать, а может быть и создавать заново. И вы все правильно отметили. Действительно, и это надо, и это надо, и это надо. Это все это надо. Просто мы, наверное, одновременно все сделать не сможем. Мы должны с чего-то начинать, а потом двигаться дальше. Но вы отметили все абсолютно верно. Я с вами согласен. Что касается денег, не ушли бы они на ветер. Ну, вот посмотрите. Одна из форм помощи, точнее даже основная форма помощи государству, компаниям, которые производят электромобиль, и нам, потребителям, это снижение налогов на нынешние 7,5 тысяч, а может быть и больше. То есть, государство субсидирует нас, когда мы приобретаем электромобиль, и делает этим сам электромобиль более доступным. Но эти деньги поступают компании-производителю. Тут нет губернаторов, тут никого нет, тут нет профсоюзов, тут есть три компонента в этом всей истории. Государство, мы потребители и компания-производитель. Поэтому я думаю, что эти деньги не будут потрачены на ветер. Спасибо. Как раз вот эти скидки с налогов, они и стимулировали огромное число американцев, когда они стали приобретать Теслу. Тесла это довольно дорогая машина, и она по-настоящему дорогая. Если бы не было этой скидки, то вряд ли бы Тесла была бы столь популярна. Просто Байден хочет эту скидку, во-первых, распределить нескольким образом и нацелить, самое главное, с его точки зрения, на стимулирование продаж не самых дорогих автомобилей престижного класса, которые в Америке называют «лакжевый», а стимулировать производство и продажу как раз тех автомобилей, которые являются рабочей лошадью. В данном случае вот этого пикап-трака F-150, мы с вами хорошо знаем, что это самый популярный пикап-трак. Его используют везде строительные рабочие, владельцы домов, в пригородах и так далее, и так далее. То есть ему очень важно, чтобы эта машина стала наиболее приобретаемой. Это все дослуживает обсуждения, отнюдь не бесспорно, но, тем не менее, на мой взгляд, сделаны очень важные шаги и в правильном направлении. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы, Филипп. Анна, добрый день. Вы же инженер были когда-то. Вы знаете, что, в принципе, электрический автомобиль должен быть дешевле, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Что есть, кроме аккумуляторов в электрическом автомобиле? Да, в принципе, ничего. А на самом деле электрический автомобиль сегодня стоит даже дороже, чем, как говорится, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Теперь я бы хотел остановиться на другом. Вот несколько лет назад в Нью-Йорке ходили автобусы, так называемый чистый воздух, которые работали на газе, на природном газе, на пропан-бутановом газе. Все умерло, никаких уже чистого автобуса с чистым воздухом нет. Начались разговоры про водород. Водородное топливо, т-т-т-т, деньги. Опять это самое. Лет 25 назад, я помню, в газете Нью-Йорк Таймс считал там две фирмы, которые в Массачусете, как говорится, гарантируют, что через 5 лет они создадут устройство, который будет, реактор, который будет прямо бензин раскладывать в автомобиле, и автомобиль будет работать на чистом водороде. Абсолютно чисто, как говорится. Все это бред. Теперь я вам хочу сказать, для человека, живущего в сельской местности, электроавтомобиль совершенно не нужен. Если электроавтомобиль у него застрянет на поле, кто его будет там вытаскивать? Дизельный трактор? Или мы привезут новый аккумулятор туда вставлять? Теперь я вам хочу сказать последнее. Вот в Нью-Йорке, как говорится, принято решение закупить 500 электроавтобусов. Вы знаете, за какую цену? За 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда 500 автобусов. Это просто сплошное воровство, как говорится, под видом внедрения нового. Понятно. Понятно. Вы услышаны. Давайте теперь я постараюсь вам ответить. Спасибо. Спасибо. У меня просто очень мало времени, а много желающих. То, что касается цены электромобиля, почему он дороже, мы с вами знаем, что сейчас цену этой машины определяет аккумуляторная батарея. Она очень дорогая. Литиум-Айон – это дорогая батарея. Это та же самая батарея, принципиально, которая стоит в наших смартфонах и везде. Идея Илона Маска использовать ту батарею, которая была создана для смартфона, использована для автомобиля. Это была революционная идея. Но эта же идея позволила резко повысить емкость батареи и одновременно и повысила его цену. Поэтому, как только будет создана батарея, которая принципиально будет использовать принципиально какие-то другие идеи, ну, например, еще лет 10 назад говорили о том, что графен, новый материал, который может быть использован для новых батарей. И мы все равно стоим на пороге революции именно в накоплении и транспортировке энергии. Ведь батарея – это накопление и транспортировка энергии. И как только появится новая батарея, работающая на каких-то новых идеях, безусловно, этот электромобиль тогда и будет значительно дешевле, чем соответствующий по классу, по мощности автомобиль с ДВС. Это все произойдет. Но пока это не произошло, необходимы налоговые скидки для того, чтобы стимулировать продажу электромобилей. Но это момент временный. Что касается автобусов, то я думаю, что сейчас идет некое соревнование разных идей. У нас огромный город, огромный автобусный парк. И одновременно необходима эксплуатация автобусов, которые используют разные идеи. И сравнить их, какие автобусы окажутся более эффективными в эксплуатации, дешевле в эксплуатации, будут реже выходить из строя и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, такой показатель, как чистый выхлоп, тоже очень важен. Поэтому, на мой взгляд, наши транспортные власти поступают правильно, позволяя создать систему соревнования различных автобусов. Ну, какой автобус победит, мы пока не знаем. Но узнаем. Придет и этому время. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте, Стив. Поддерживаю и Байдена, и предыдущих ораторов. Немного о Китае. У меня есть книжка Гебра Туэллс «История мира». До войны Китай отсталый. Уэллс пишет, что проблема Китая в аэрографической системе, потому что ранее цивилизация объединена огромная кризис в разных языках народов. Тут не подходит алфавит. Тут нужен знак корова, понятно всем, но знак коровы. И так далее. Значит, это плюс. Но, с другой стороны, благодаря аэрографической системе, наверх, призываются люди с прекрасной памятью выучить эти эроби. А люди инициативные, энергичные, но с плохой памятью остается сзади. В итоге, плюс превратил к минусу от отставания Китая. Выход для Китая. Всем изучить английский язык. Потому что здесь алфавит, 33 буквы выучил, и фонтанировал в новом языке. Спасибо всем. Стив, вы знаете, ведь китайцы... Спасибо. Современные китайцы, вот та молодежь, которая является будущим Китая, фактически уже настоящим, это люди, которые абсолютно свободно владеют английским языком. И они одновременно еще и знают все эти тысячи и тысячи своих иероглифов. И обратите внимание, Стив, что вот сейчас в Америке дети из китайских семей, да, вот девочки, мальчики, они, в общем-то, создают новую американскую элиту абсолютно везде. Если вы посмотрите состав американского симфонического оркестра, то там значительное число исполнителей, а может уже большая часть исполнителей, это как раз выходцы из азиатских стран, не только Китая, и Южной Кореи, и Тайване, и Японии, и так далее. Если вы посмотрите сейчас... Дирижер из России. Замечательно. Хорошо. Стив, а если вы сейчас посмотрите, из кого формируется элита в американской науке, причем во всех областях американской науки, это и теоретическая физика, и это и химия, и молекулярная биология, все-все-все, медицина новая, то и там оказываются на передовых позициях как раз выходцы из Азии, ну и так далее. И мы с вами видим процесс, который идет одновременно и у нас, и в Европе, и в самом Китае, когда китайская молодежь, когда китайские дети, которые становятся уже в наших глазах взрослыми людьми, они оказываются теми людьми, которые несут прогресс. Вот это, на мой взгляд, то, что и происходит в нашем обществе. Посмотрите интервью, которые дают молодые ученые, молодые астрофизики, астрономы, химики, кто угодно, люди, которые создают новые лекарства, биофизики, биохимики. Из них огромное число как раз выходцев из Китая. Поэтому этот процесс, судя по всему, идет одновременно и в материковом Китае, и в Тайване, и у нас. Спасибо, Стив, спасибо за ваш звонок. Да, это объективный факт. Я очень хорошо помню, как мой племянник, который учился в очень хорошей бруклинской школе, которая называется Brooklyn Tech, рассказывал о том, что в их выпускном альбоме, когда он окончил школу, у них несколько страниц в этом альбоме были молодые ребята и девочки, которых фамилия звучала абсолютно одинаково, Чен. Да, вот несколько страниц, только ребята и девочек, фамилии которых Чен. Это были китайцы. И оканчивая Brooklyn Tech, оканчивая Stuyvesant School, оканчивая Bronx Science, они потом формируют новую американскую научную элиту, элиту предпринимательскую и так далее. Мы сейчас вот часть этого очень важного процесса, создания абсолютно новой мировой элиты. И мы даже знаем, как она выглядит. И фамилия Чен. А что у нас? У нас есть еще 30 секунд. Ну, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Первый вопрос. Байден встретился с Фордом. Значит ли это, что приоритет будет у Форда, а скажем не у Шевролета или Теслы? А второй вопрос. Электромобиль состоит из составляющих батареи, электроника и так далее. Значит, мы будем получать составляющие, поставляющие из Китая, те же самые батареи и микросхемы. Ну, третий вопрос. Это возобновляемая энергия, которой мы должны заполнить наше пространство, заменить угольную промышленность. Сейчас Китай впереди этих технологий, сейчас лучше всего развитая Китай. Значит, мы должны у Китая купить ветряки или эти самые солнечные батареи. Правильно я понимаю? Вот решили вопросы. Можете ответить, пожалуйста. Да, пожалуйста. Постараюсь быть лаконичен. Идея Байдена, что все, что необходимо для новой американской промышленной революции, должно создаваться дома и производиться у нас дома. Конечно же, речь идет не только, даже не столько о электромобилях, а о всем том массиве новой продукции, которая необходима для того, чтобы мы либо сохранили наши ведущие позиции в мире, либо вернулись на наши ведущие позиции в мире. И поэтому Байден предлагает этот лозунг «Бай Американ» – «Приобретай американское» и готов подключить ресурсы государства для того, чтобы стимулировать это производство и помочь частным производителям, частным компаниям успешно соревноваться с нашим главным, соперником на мировой арене с Китаем. Я вот сказал коротко. Байден хочет, чтобы все это было создано и произведено в наших старых добрых Соединенных Штатах. И мы дышали с вами чистым воздухом и пользовались всеми теми благами, которые дает чистая современная энергетика. Спасибо, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова